Сегодня у Гомеля распоряжался 15-й международный фестиваль «Славянские литературные дожинки» и 4-й международный форум молодых литераторов и аматоров мастатской творчести «Слова». С программы «Свята» ознайомились наши корреспонденты. Славянские литературные дожинки на этот раз будут протягиваться три дни. Причим, окроме Гомеля, фестивальные пляцовки будут разгорнуты так само у Ужитковичах и Турове, на родиме славу Тахапалецкого освятника Кириллы Туровского. В уголе программа достатково насыщенная, причим, разом с представниками Гомельской области, в делу в святе принимаются так само литераторы Миншины, Брещины, России и Украины. Организатор мероприемства – Гомельское отделение Союза письменников Беларуси. Эта организация была створена в 2005 году. Тогда и она наличвала 9 членов – сёння 66. Мы шукали таленты, до нас сами извертались. Когда наша организация была авторитет певный, что мы заявили как профессиональная организация письменницкая, люди, творческие люди, а они есть в громадстве, пишут для себя, нехто хавае, нехто выносит на людский суд свою поэзию альбо прозу. И, зразумело, мы им пропонували обовязково надруковаться, треба три книги. У рамках подрыхтовки до литературных дожынок на Гомельщине провели творчий конкурс, на який было дослана больше, как 2300 работ, який членам журы необходимо было не только прочитать, а и объектуно оценить. По час майстер-классов для финалистов форума молодых литераторов иде подрабязный разбор творов. Убачить незвычайное у звычайным – это отрымливается далека не у каждого. Научить стать поэтом немогчимо. Рифмовать научить можно, а для зарифмованный текст и поэзия – это разные вещи. Вершописцев – шмат, а поэтов – маловато. Творчая сустреча письменников Беларуси, России и Украины с выкладчиками и студентами Гомельского Державного Университета имя Франциска Скарыны и аж ше одно мероприемство, якое проходить у рамках 15-го международного фестивалю «Славянские литературные дожынки». З уликам эпидемичной ситуации организовать сустречу з удделом проставников инших краин было не просто, але уреште усе отрымалося. Причым тыеж россияне приехали не только, каб рассказать об своих творчых досягненнях и поделиться напрацовками, але и подписать новые договоры об супрацовнестве. Их реализация станет протягом той суместной работы, якая ведеться на протягу опошних годов. Прошло более пяти лет с момента подписания нашего первого договора. И за это время мы реализовали очень многие проекты. И самое главное, вырос интерес к белорусской литературе, к белорусским авторам у нас в регионе. Ну и надеюсь, что в Беларуси тоже известны какие-то имена. И наши совместно изданные сборники, они реализуются и в Гомеле, и в Краснодарском крае.